итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро и мы продолжаем по утрам с 10 до 10 30 до 10 20 изучать притчи царя салмона тора мы изучаем тору тора это божественная мудрость которую получил еврейский народ на горе синаи через пророка машера бену моисея и дальше были еще пророки то есть мы до получали тору и сейчас мы изучаем как раз часть письменной торы которая называется мишли притчи царь шломо построил иерусалимский храм почти три тысячи лет назад и он рассказал как работает мир к нему приезжали со всех народов даже есть интересно вчера смотрел в витипедии что эфиопия эфиопия их царская династия они утверждают что они ведут свой род от царя соломона приехала к нему царица савская узнать послушать мудрость приехала и говорит слушай но я всегда мечтала за такого мудрого человека выйти замуж и значит вышла она за него замуж и говорят эфиопский цари что вот они как раз и получились от царицы савской это очень интересно в витипедии написано кстати в эфиопии 104 миллиона человек живет я не знал до вчерашнего дня что такая огромная страна эфиопия 104 миллиона человек живет там представляете хорошо и мы сейчас дошли до 20 28 главы вчера мы как раз закончили на девятнадцатом отрывке что земледелец он насытится хлебом тот кто возделывает землю а тот кто гонится за пустым он будет всегда бедным он обеднеет прям будет рейш рейш это тот кому не хватает интересно что я как раз вчера вечером читал читал такой пост написал этот пост тиньков тиньков олег тиньков создателя банка тиньков миллиардер и он сейчас борется с болезнью борется он с болезнью значит с очень плохой и он пишет сейчас вот я сейчас думаю стоило ли того вообще вся моя жизнь что я гнался за деньгами хотел зарабатывать и что мне это дало и все равно меня все вокруг ненавидят и даже те которые вначале говорят что типа мы тебя любим потом когда я им денег не даю например сколько они ожидают они все меня тоже начинают ненавидеть он говорит и стол или до того вот такая вчера прочитал как иллюстрация к девятнадцатому отрывку сегодня у нас 20 отрывок и продолжает царь шлому продолжает нам объяснять эту же эту же такую великую мудрость да что что является самым важным говорит нам двадцатом отрывке так и же мунот можете слой на кейс расскажу опять пираме нес revamp в ваших раббрах tour of for the world говорит он так иш имунот что такое-карь шимунот человек эмунод это слово эмуна это вера вообще человек доверенный тот кому можно доверять человек который честным можно так простыми словами честный человек устойчивый по которому можно доверять до раб брах от у него много есть благословений то есть он Он благословлен. Человек, который не обманывает, который честный, у него есть много благословений. Теперь в Ац Леашир Лоэнаке. А тот, кто Ац, это тот, кто быстро торопится, такой торопыга, Леашир, который гонится за деньгами, он не очистится. Так нам говорит царь Соломон, мудрейший из людей, 3000 лет назад. И он нам говорит такую вещь, как надо правильно расставлять в жизни акценты. Акценты, у каждого человека есть система ценностей, что для него важно, что для него важно. И эта система ценностей, она у каждого человека вырабатывается под влиянием окружающих людей, под влиянием каких-то СМИ даже и так далее. Но это все вырабатывается в детстве, больше это под влиянием окружающих людей. И получается, что такая вещь, если ребенку в детстве объясняли, и он сам в это поверит, самое главное. То, что объясняют, это одно. Вопрос, во что человек лично верит. И вот если ребенок с детства поверил, что надо быть честным, нельзя обманывать, нельзя подводить людей. Что если на тебя кто-то полагается, ты должен просто, не можешь ты его подвести, этого человека. И вот он в это поверил. Вы знаете, есть, у меня есть, я обычно спрашиваю человека, вот если я с ним собираюсь там в какие-то эти партнерства или так далее. Вот что для тебя важно, что для тебя, какие для тебя есть ценности, что для тебя важно. И у всех людей они разные. И вот было, например, у меня недавно в одном проекте партнер, человек-партнер, руководитель проекта. И для него, вот он, он говорил, для меня честность, порядочность, вот это самое важное. Он из семьи, что интересно, он из семьи военных. То есть это очень такая интересная штука, что военных их воспитывают так, такими быть, очень вот честными за страну, за народ, там за это. То есть военных их воспитывают, это военные. И он из семьи такой офицерской, знаете. И говорит царь Славон, если человек вот такой вот он надежный и доверенный, на него есть много благословений. Но не факт, что он эти благословения сможет использовать. Потому что, потому что у него благословения есть, но для того, чтобы это благословение превратить в какие-то жизненные результаты, нужно действовать. Теперь и вторая часть двадцатого отрывка, а человек, который стремится, для него деньги самое главное. Тот, для кого деньги самое главное, он лоинаке, он не избежит, он не очистится дословно. Он не избежит какого-то обмана, он не избежит какого-то суда, какого-то спора, какого-то, где-то он должен покривить душой, где-то он должен пойти против себя и так далее. Теперь, а здесь я тоже привел вот когда в таких современные примеры, как раз вот современные примеры, вчера умер как раз Денадий Тернис, да, такой был очень противоречивая личность, противоречивый человек. Я его знал еще в девяностые годы. В девяностые годы я пришел к нему, мне было тогда 20 там с чем-то лет, и я пришел к нему с проектом, с каким-то проектом. Я вот, я помню, когда я к нему пришел с этим проектом, я один день провел с ним, полностью день провел, что он делал. Он в течение дня, он ни минуты не сидел без дела, не было ни одной минуты. Он ездил, он проверял свои какие-то, у него тогда была сеть ларьков, он заходил, он в каждую деталь, он в каждую деталь, он был настолько человек, который работал, но ради чего он работал, он был очень богатый, он хотел разбогатеть. Но когда человек стремится разбогатеть, а у него нет вот этого вот, то, что первая часть отрывка, человек иммунод, человек честный, то он обязательно не очистится, он не очистится. В молодости он отсидел три года в тюрьме за какие-то преступления, финансовые преступления, связанные с мошенничеством, там и так далее, и так далее. То есть, надо понимать, что каждую минуту человек принимает множество решений. И он их принимает, он их особо и не обдумывает, но все решения принимаются исходя из того, что для человека важно, исходя из его ценностей, то, что у него внутри в нем заложено. Поэтому, если вы выбираете людей как партнеров и так далее, нужно, чтобы у него честность стояла на первом месте, а стремление разбогатеть где-то на следующих местах. И 21-й отрывок как раз продолжает царь Соломон, вот эту вот великую мудрость, очень такая интересная, дальше он углубляется. Смотрите, такой психологический закон. 21-й отрывок, 28-й главы притчей. Акер паним лотоф, ваальпат лехем и вша гевер. Дословно переводится так. Акер паним, это переводят как на русский лицеприятство, такой вот старинный перевод. Но по-простому, леокир кого-то, я его знаю. То есть, мы к людям обычно относимся, исходя из того впечатления, которое они когда-то на нас, когда-то на нас они оказали. Вот один человек с другим познакомился, он был честный такой, прям честный, все, все, честность на первом месте. Он говорит, все, я его знаю, я ему доверяю. И начинает ему доверять. Царь Соломон говорит, вот это вот я его знаю, как бы, когда ты уверен в человеке. Он говорит, это нехорошо, нехорошо. Как нехорошо, секундочку. Только что в 20-м отрывке мы изучили, что человек доверенный, у него много благословений, а тот, кто стремится к деньгам, не очистится. Да. Дальше он продолжает. Акер паним лотоф. Знать человека нехорошо, он говорит. Почему? За кусок хлеба согрешит. Гевер это такой, гевер это богатырь. А потори богатырь это не тот, у кого мышцы большие. Потори богатырь это тот, кто умеет властвовать над собой. То есть тот, кто управляет своими эмоциями, тот, кто управляет собой. У него есть самоконтроль. Он называется потори богатырь. И он же может стать, если захочет, станет сильным. Он себе скажет, все, я иду в спортзал, я год буду тренироваться, и он станет сильным. А если он захочет, богатырь может выучить язык, богатырь может все. Но богатырь это не тот, у кого мышцы, а богатырь это тот, кто управляет собой. Так говорит нам царь Сламон 21-го отрывок. Говорит, я знаю человека нехорошо, потому что иногда за кусок хлеба, за кусок хлеба согрешит, то есть делает страшные вещи какие-то, даже тот, кто обладает самообладанием, управляет собой и так далее. Почему? Он говорит, царь Сламон, смотри, бывают такие обстоятельства, что даже человек, который управляет собой, он никак не сможет управлять собой. Например, есть много историй, когда хотят кого-то заставить что-то сделать, могут идти через его семью, скажут, смотри, если ты не сделаешь это, это, будет с семьей что-то. То есть говорит нам царь Сламон, не полагайся на то, что ты знаешь человека. Есть такие обстоятельства, в которых любой человек, даже самый такой прям честный и преданный, он может согрешить. Он может, Пэша это даже хуже, чем согрешить, то есть он может такие вещи делать, что просто ты в жизни за него не ожидаешь. В Торе есть известная история, которая вошла во все мировые классические истории. Это, знаете, есть такие классические сюжеты, один из мировых классических сюжетов, но этот сюжет пришел прямо из Торе. Это сюжет про Шемшона и Далилу. Был такой, Шемшон это был судья Израиля, он был самый в том поколении великий человек. Судья это тот, кто разруливал все, все вопросы, которые только есть в еврейском народе. Это, чтобы быть на этом посту, нереальной надо было быть, чтобы быть на этом посту, надо было совершенно быть нереальной такой силы. И вот Шемшон, судья Израиля, он увидел девушку, увидел девушку, и она ему понравилась. Написано, да, Самсон и Далила это в обычной традиции. А так его звали Шемшон. Просто все еврейские имена, когда они перешли на греческую культуру, Ше поменяли на С. Греки не выговаривали Ше букву. И они все слова с буквой Ше поменяли на С. Поэтому его звали Шемшон, они назвали его Самсон. Ирушалаем они назвали Иерусалим. Моше назвали Моисей. Ирушуа назвали Иисус. Понятно, да? То есть греки Ше не выговаривали. И вот этот Шемшон, судья Израиля, увидел девушку, звали ее Далила. Она была не еврейка. И он что сделал? Он на ней женился. То есть она прошла дьюр. В то время, для того, чтобы пройти дьюр, стать евреем, нужно было отказаться от идолопоклонства. Сказать, я верю в единого Бога. И все, в общем-то, было очень просто. И вот она стала, она стала, это Далила стала, она женой этого Шемшона. Но пришли к ней вот эти вот филистимлянские, да, филистимляне из того народа, из которого она была. И говорят ей, слушай, мы тебе дадим денег, нормально тебе денег заплатим. Ты, пожалуйста, узнай, в чем его сила. В чем его сила. И, значит, она три раза его спрашивала. Это тоже очень интересная, очень интересная такая история, что три раза она его спрашивала, в чем твоя сила. И он три раза ей говорил неправильные ответы. И она три раза пробовала, и оказывалось, что его сила, она у него оставалась. И после трех раз она ему устроила такую истерику. Она его настолько, она его просто пытала, вот так бывает, что жены пытают мужей, и вот она его, да, пытала, 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 и он ей сказал о волосах. И она обрезала его волосы, и ему выкололи глаза. И здесь мы тоже видим вот этот вот принцип мера за меру. Написано, что он пошел за своими глазами. Когда он ее увидел, он не смотрел на ее качество, он не смотрел на ее страх перед Богом, там, и так далее. Он пошел за своими глазами, она была красивая. В итоге ему выкололи глаза. Представляете, выкололи ему глаза эти филистимляне. И он потом уже попросил у Бога, говорит, последний раз дай мне силу, чтобы я мог отомстить за... Чтобы я мог отомстить. И Бог ему вернул силу, и он разрушил вот тот дом, в котором находились, а эти филистимляне над ним смеялись. Вот мы захватили самого там еврейского богатыря. Значит, он этот дом разрушил, и погибло там несколько сот или тысяч этих филистимлян вместе с ним. И поэтому есть... Вот это вошло в историю, как план Шимшона. То есть, когда вот было, например, Варшавское Дето, да, то есть они знали, что они умрут. Защитники Дето, у них не было шансов. Но они месяц, они там практически без оружия, они воевали против огромной нацистской армии, которая прямо это Дето дом за домом взрывали. Но никто не сдавался в плен. То есть, это называется как пример Шимшона. Теперь, что мы отсюда видим? Давайте подведем итог двум отрывкам вместе с Вяжем. Первым делом нужно понять, что качество честность, оно глобально, в долгосрочной перспективе, оно, качество честность, оно очень сильно человеку дает благословение. То есть, оно ему открывает очень много возможностей. Теперь дальше. Тот, кто стремится к деньгам, качество, когда на первом месте стремление к деньгам, быстро получи деньги, обязательно будут где-то сбои, и где-то человек, он обязательно споткнется и, стремясь к деньгам, он где-то потеряет. Дальше. Дальше мы узнали, что даже если ты человека, тебе кажется, что ты человека знаешь, это нехорошо, говорит царь Соломон, потому что есть моменты, когда из-за куска хлеба согрешит человек. От голода человек может, ну, то есть, он готов на все. Кстати, я читал такую статистику, это касается бизнеса, да, бизнес-образования, что это Дэн Кеннеди, есть такой автор, книга называется «Как жесткий менеджмент», называется книга. И он говорит так, что есть, говорит, 5% людей, которые не украдут никогда. То есть, это у них прям вот эта честность, у них прошивка. Есть качество, есть 5% людей, которые украдут всегда. То есть, они что бы ты ни делал, как бы ты ни старался их, ну, в бизнесе их остановить, они найдут как украсть. Есть, говорит, 90%, которые при стечении обстоятельств, очень нужны деньги, нет контроля, никто не наблюдает, кто-то там и так далее, 90% они могут украсть при стечении обстоятельств. И он говорит, что руководитель бизнеса и так далее, он должен создать так условия, чтобы не дать возможность этим людям, этим людям при стечении обстоятельств споткнуться. Понятно, да? Все. Теперь, хотел я еще здесь добавить, добавить еще одну вещь к 21-му отрывку. Насколько нельзя полагаться на то, что ты знаешь человека. Вот сейчас есть недельные главы, как раз идут в книга Берешит, недельные главы, как все начиналось, да, как начинался мир, как был Авраам, Ицхак, Яаков, сыновья 12 колен. И мы видим практически в каждой, в каждой главе мы видим, как люди, как люди думают одно, а получается абсолютно другое. Например, когда Ицхак хотел благословить сына Исава, старшего сына, но мать, она услышала это, у нее было пророчество, что младший должен получить это благословение, она дала на младшего сыну Яакова, она дала одежду старшего сына Исава, и, значит, Яаков получил благословение вместо Исава. После этого Яаков убегает от Исава, чтобы жениться. Исава приходит он туда, где жила его семья, семья его матери, в Междуречии, и там он видит девушку, Рахель, и он в нее влюбляется, хочет на ней жениться, но ему вместо Рахели подсовывают ее старшую сестру Лею. Представьте, то есть только что он сделал, поменялся с братом, теперь ему точно так же меняют. Дальше, дальше братья, двенадцать братьев, и Иосиф, это был самый любимый, которому Яаков должен был передать там главное знание, которое у него было. Братья не любили Иосифа, продали его в рабство в Едипет. А отцу принесли рубашку, рубашку, и сказали, вот животное, оно, очевидно, разорвало, когда он ходил по пустыне, на него, видно, напало какое-то дикое животное и разорвало его, вот рубашка его. То есть мы видим, что каждый поступок, который человек делает, он к нему потом возвращается, понятно. Поэтому, поэтому, поэтому нужно думать, нужно думать, нужно быть осторожными, нужно быть честными, осторожными, изучать, что Бог хочет от человека и пройти жизненный путь. Жизненный путь, это как игра, как такая компьютерная игра, в которой, вот мы сейчас видим, просто вчера совпало так, 61 год, Геннадий Кернис, он шел за деньгами, был очень сильный человек, такого сильного и влиятельного человека, ну, единицы таких есть, его боялись все. В Харькове он был мэром города, и даже он последние месяцы лежал в больнице, его все равно выбрали мэром, 68 процентов, он слова не сказал, он на инвалидной коляске последние пять лет, его выбрали мэром, хотя против него там выступали такие тоже люди непростые. Теперь получается, что, оп, 61 год, последние пять лет в инвалидной коляске умер, несмотря на всю свою силу, влияние и все, и что он с собой забрал? Ничего, только добрые дела, которые он делал, нет человека, который не делал бы добрых дел, включая его, он 100 процентов делал добрые дела, он выполнял какие-то заповеди, он был еврей, он сделал обрезание, то есть есть главные заповеди, где-то лет, может, 10 назад он сделал обрезание, и, значит, какие-то вещи он одевал, тфилин и так далее, то есть у каждого человека есть набор преступлений и набор заповедей. И когда человек умирает, то с собой он может забрать только заповеди, которые он успел сделать за жизнь. Вот, поэтому и второй пример вчера же, как раз этот пост, очень тоже сильного, влиятельного человека, миллиардер и так далее, который сомневается, правильно ли я жил, зачем я гнался, зачем я гнался за деньгами, это Олег Тиньков. А каждый из нас на своем месте тоже находится в том же выборе. Добрые дела, преступления. Быть честным, обманывать. Гнаться за деньгами или гнаться за добрыми делами, за хорошим отношением к людям. Все, вот это вот выбор каждого из нас. И просто когда человек, чем выше он поднимается по уровню денег и власти, тем большее влияние оказывает его выбор на его жизнь и на жизнь окружающих людей. А те, кто на вершине власти, те, которые вот самая вершина власти, в их руках, конечно, и жизни десятков, сотен тысяч людей, и благополучия сотен тысяч людей, и каждое их действие, каждое их действие несет огромное последствие для людей и для каждого из них. Поэтому Тора нам говорит, что власть сокращает жизнь. Конкретно те, кто стремятся к власти, они должны знать, что власть, она очень сокращает жизнь, потому что ты, поднявшись на вершину, ты не можешь ни воевать, ни обижать кого-то. И если тот, кто гонится за деньгами, не очистится, то есть он где-то согрешит, то тот, кто гонится за властью, то он точно, у него руки вот так вот по локоть в крови, у любого, кто долез до вершины власти в любой стране. Все, удачи всем и успехов, хорошего дня, шаббат шалом. Сейчас мы приближаемся к шаббату. И чтобы Божественный свет наполнял жизни, души и головы каждого из нас. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok